Всем привет! Вы на канале Бородатый Мастер. Сегодня будет интересное, полезное видео, но прежде хочу показать вам очень интересный канал. Всем привет! Я на своем канале делаю обзоры на ножи из моей коллекции. И не только, а еще пытаюсь делать руками то, что могу. Делаю ножи, шью ножны, работаю с эпоксидкой, стараюсь говорить простым языком. Иногда провожу стримы, и мало ли что еще придет мне в голову. Мой канал называется Сергей Мейкс. Подписывайтесь, если интересно, надеюсь, скучно не будет. Если вас канал зацепил, и вы хотите подписаться, то переходите в описание снизу, там есть ссылка, и подписывайтесь. А мы погнали! Будем начинать. А начну я с фанеры толщиной 10 мм. Размечаю 4 одинаковых детали С помощью пилы распиливаю на не совсем точные отрезки С помощью циркулярной пилы ровняю все в размер миллиметр в миллиметр. После разрезания и точного распила фанеры десятки иду за следующей фанерой толщиной 15 мм. Размечаю 4 отрезка и распиливаю таким же способом. На 4 отрезках с помощью шлифовалки торцую торцы. Получились вот такие вот детальки. Пришло время скрутить их в одно целое с помощью специального сверла и евровинтов. иEscape. Т diu. Программ. 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 Пока пошившись 20 минут, на выходе имею два вот таких вот корпуса. Иду за следующей фанерой, в этот раз 4-х миллиметровой. Из этой фанеры делаю задние стенки для своих корпусов. Ящики готовы. Теперь нужно сделать для них открывающиеся двери. Буду их делать из 15-ти миллиметровой фанеры. Делаю одинаковые 4 детали. На этот раз фрезерую с каждой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получились 4 ровных отфрезерованных дощечки. Самое время сделать петли для этих дверок. Петли выбрал кухонные. Для этих петель нужно просверлить отверстие 35 миллиметров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На задней части заранее прикручиваю усиленные петли. Для того, чтобы вешать эти шкафы. Получилось как-то так. Не скажу, что прям идеально, но то, что хотел, я сделал. Начинаю освобождать поляну под сегодняшний проект. За кадром разметил и просверлил и установил болты для того, чтобы повесить эти шкафы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шкафы висят, но это еще не все. Вымеряю оставшиеся пространство и что-то начинаю придумывать. Вход пошла профтруба 20 на 20. Выставил 45-й угол, начинаю делать одинаковые отрезки. Один за одним, один за другим. В итоге получается вот столько вот разнообразных отрезков. Дальше пошла сварка. Выставляю то, что нужно, и с помощью полуавтомата свариваю эти отрезки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделал таких три рамки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь крашу их в черный цвет и оставляю сохнуть. А сам начинаю работать с топором и деревяшкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отрубил более-менее квадратный черенок и установил его в токарный станок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поработавши 10 минут, у меня получилась вот такая вот фигура. С помощью ленточной пилы разделил на 4 одинаковых части. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, железяки высохли. Начинаю работать с ними. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все размечал и мерил с помощью лазерного уровня, чтобы было все четко и ровно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из фанеры 10 мм напилил ровные отрезки по 35 см шириной и распределил их равномерно, сделав из них одинаковые полочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы выровнять и придать более эстетичный вид, снизу каждой полки я установил и притянул брусок 40 на 20 см. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В итоге получилось вот такое вот место для хранения. В шкафах еще ничего нет, ничего не оборудовано, но там будут храниться какие-то мелкие вещи, в которые не нужно, чтобы попадала пыль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом все. Если понравилось, ставьте лайк. Всем пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова